Как контролировать свои мысли? Для контроля мыслей нужно состояние покоя. Состояние покоя достигается непросто, потому что человек подвержен влиянию своих эмоций, и нужно уметь вот эти эмоции успокаивать. На самом деле, это очень серьезная работа, связанная с тем, что нужно менять характер. Хотя существует представление о том, что характер менять нельзя. Как говорится, родился такой характер и будет всю жизнь. Это неверно. Дело в том, что все люди имеют характер такой, что половина энергий наших эмоций положительная, а вторая половина — отрицательная. Причем это свойственно практически всем людям. Отрицательные эмоции представляют собой демонические энергии. Об этом мало кто задумывается. Потому что люди считают, что раз все такие, то я такой. В общем, это все нормально, ничего особенного здесь нет. Все в порядке. И все было бы неплохо, но дело в том, что мы сейчас попали в состояние перехода, уже где-то лет 15, наверное. А это такое состояние, когда Земля сейчас проходит определенное изменение энергетики, и в конце концов эта энергетика устоится, и вот тогда начнется основной отбор людей в новый мир. И те, кто смогут эту энергетику выдерживать, они, собственно говоря, останутся жить. А те, кто не сможет, их здесь на Земле не останется. Куда они денутся, это уже другой разговор. Поэтому стала такая перед всеми, стала огромная совершенно задача — изменить свой характер. Причем изменять его надо очень радикально. фактически нужно совершенно отказаться от всех отрицательных черт характера. Или как черты характера обащие люди называют эмоциями. Вот эмоциональная деятельность человеческая, она должна быть положительной. Для этого существуют определенные методики. Они, собственно говоря, нам известны. Если, так сказать, есть желание, пожалуйста, приходите к нам учиться в школу. Вот можно приходить на консультацию. Вот каждый человек, который приходит на консультацию, получает очень серьезное задание на эту тему и все методики, которые для этого совершенно необходимы. Поэтому мысли свои вы можете контролировать только тогда, когда эмоционально вы спокойны. Самое главное здесь — это чувство уверенности в себе. Я бы сказал, состояние любви. Но это очень сложно, потому что многие люди даже не знают, что это такое. Потому что человек воспитывает семья, и иногда родители даже не знают, что такое любовь. Мне вот, например, повезло, я практически жил всегда в мире любви. Поэтому спокойствие мне, ну как это сказать, легко достигать. На самом деле к этому надо стремиться, и для этого нужно серьезно поработать. И тогда вы можете контролировать свои мысли. Потому что когда эмоционально вы возбуждены или неустойчивы, вот, и мысли ваши, они находятся под влиянием вот этих вот энергий. Кажется. crypto н,